Еще один пример, такой уж гораздо более элементарный, но тоже связанный с компьютерами и с тем, что вы встречаете в своей жизни. Смотрите, все знают, что иногда, чтобы отправить по e-mail какую-то там фотографию или еще что-то, ее надо что сделать? Сжать. Чтобы отправить какую-то там большую книгу или еще что-то, ее приходится сжимать, архивировать, правда? Но так вот, если очень наивно посмотреть на процедуру сжатия, то что такое? Что такое сжать? Это у вас есть, ну, вы же отправляете код какой-то из нулей единицы. И вот вы хотите отправить код длины n из ноликов в единичную. И вы хотите его сжать. Ну, как сжать? Это значит, что вы хотите просто вместо него, зачем-то, отправить код покороче длины n. Так, спрашивается. Всегда ли это можно сделать? Давайте попробуем вообще осознать. А сколько разных слов можно записать, используя двоичный код длины n? Сколько всего разных слов? Сколько разная комбинация? Так? Да. Два в степени n. Значит, если я использую процедуру, которая без всякой потери данных что-то ужимает до вот такой длины, то слов среди вот этих, которые я могу этой процедурой улучшать до n, их не больше чего. То есть, смотрите, если у меня всего слова два в степени n, а те, которые в принципе могли улучшаться до длины n, их не больше, чем два в степени n, то спрашивается, если теперь я слово буду выбирать случайно, какова вероятность, что я смогу улучшать до вот такого размера, до длины n? Ну как вы посчитаете? Вероятность будет не больше, чем два в степени n разделить на два в степени n. Смотрите, то есть это будет один на два в степени n минус n. Ну вот представьте, что вы решили всего лишь на 10 байт разжать. То что в итоге у вас получится? Один на два в десяток. То есть вероятность, что вы сможете это сделать, вы что, мы здесь не говорим про какую-то плохую процедуру или хорошую, да самую хорошую. Архиватор воспользуйте, какой только можно. Вероятность того, что случайно выбранное слово сожмется на 10 байт, 10 бит. На 10 бит. Не превосходит один на тысячу, а ну на 1024, да? То есть, получается, что вот простая вероятность показывает, что случайно выбранное слово, оно не сжимается. Вероятность, что вы сможете его хоть немножко сжать, она очень маленькая. Но это неспроста, если вы почитаете какой-нибудь там, как сжимают без потерь информации. Да, то есть потерь информации, это то, что вы не можете однозначно того, что получилось, восстановить. А вы хотите такое однозначно, чтобы ничего не потерялось. То вы увидите, что там очень важно наличие закономерности. А случайно выбранное слово из нулевикинца, оно никаких закономерностей, естественно, убить не должно. Получается так, что вот эта вероятность видит. Еще такой очень простой пример, в отличие от предыдущего, где там какие-то знания на 10-10 вести. Вот тоже никакой вероятности, по сути, нет. А в общем, вот очень интересное это показано. Ну и можно заметить, что вероятность вот про то, что такое случайное слово, можно говорить на языке вот таких описаний. Насколько сильно его можно ужать. Сколько короткое описание оно допускает. Вот. Для этого даже посвящена отдельная лога, там, связанная с логовым сложностью. Продолжение следует...